Тем временем в Федеральной антимонопольной службе уже заявили о предстоящей проверке обоснованности роста цен на корень имбиря, лимоны и чеснок в российских регионах. Цитрусовые и иммуноукрепляющие сегодня продукты широкого спроса. Но то, что раньше стоило 75 рублей за килограмм, сегодня в разных магазинах по стране уже 500. А как у нас, выясняла Екатерина Стывко. Екатерина Захарова закупила продукты на две недели вперед. Режим самоизоляции соблюдает строго. В корзине молоко, кефир, мясо, крупы и два больших пакета. В одном почти килограмм лимонов, в другом корни имбиря. Я добавляю в воду сок лимона постоянно и в чай, конечно. Ну а имбирь на стойку, это имбирь, лимон и мед. Продавцы рассказывают, уже прошла волна массовой скупки гречки и средств гигиены. Сейчас на пике популярности лимоны, чеснок и имбирь. Несколько раз в день пополняют полки. Признаются, такого ажиотажа еще не видели. Почему так много? Потому что не только себе беру. На всю семью? На всех родственников. В магазине установили ограничение. Не больше килограмма в одни руки, чтобы уличные спекулянты все не выкупили. Маркетологи рассказывают, ценники на товары переписывают еженедельно. Итоговая сумма зависит от стоимости партии. Естественно, мы стараемся установить комфортную цену для покупателей с учетом закупочной цены. Если увеличивается закупочная цена, увеличивается и цена реализации. Ну, лимон незначительно подорожал, чеснок тоже незначительно. В основном это касалось имбиря. Сравниваем цены. По данным Новосибирскстата, средняя стоимость килограмма чеснока в феврале составляла 238 рублей. Сейчас в магазинах и на рынках минимум 350. Лимоны продавали за 122 рубля. Теперь дешевле 400 за килограмм не найти. Имбирь вообще побил все рекорды. Пряность, которая раньше редко пользовалась спросом, в пандемию подорожала почти в три раза. В некоторых точках сумма доходит до 1000 рублей за килограмм. Международная логистика дает о себе знать. Более 90% всех поставок имбиря, лимона и чеснока – это зарубежные поставки. Это Китай, это Аргентина, это Турция, это Киргизия. По оценкам Федеральной антимонопольной службы, реальное изменение цен – лимон, имбирь, чеснок – от 9 до 13%. А все остальное – это накрутки тех, кто выступает посредником между поставщиками-производителями и магазинами розничной торговли. Изменение курса доллара, сложности транспортировки из-за рубежа – все это, конечно, повлияло на рост цен. Но главный фактор, считают эксперты, искусственный ажиотаж. Лимон, чеснок и имбирь не являются товарами первой необходимости. Но динамика ввоза этих продуктов на территорию региона резко возросла. Данные Россельхознадзора по сравнению с прошлым годом поставки имбиря увеличились в полтора раза, лимонов – в 20. Не одобряют повышенный интерес людей и диетологи. Лимон содержит большое количество фруктовой кислоты, лимонной кислоты. Особенно это опасно для людей, которые страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта. То же самое можем сказать и о чесноке. Имбирь – достаточно тяжелая пища для нашего желудка. То есть, в принципе, в больших количествах эти продукты не показаны никому. Как говорят маркетологи, главный двигатель продаж сейчас – это страх. На покупку провоцируют фейки о коронавирусе в интернете и якобы целебные рецепты народной медицины. Сегодня стало известно, Генпрокуратура поручила Федеральной антимонопольной службе выяснить обоснованность роста цен в стране на ряд товаров. В частности, на имбирь, чеснок и лимоны. Екатерина Стывко, Константин Менин. Новости ОТС.